Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Православная Церковь совершает празднование Касперовской иконе Божией Матери. Касперовская икона представляет великую святыню городов Херсона и Одессы, где она пребывает около шести месяцев в году. День принесения ее в Одессу, то есть 1 октября по старому стилю, и отшествие ее в четвертый день Пасхи являются здесь великим церковным торжеством. Вид этой небольшой иконы – семь вершков вышины и шесть ширины, писанной масляными красками на холсте, наклеенном на доску, производит сильное впечатление. Владычица и богомладенец изображены только по верхнюю часть груди. Богоматерь со скорбными очами на грустном лице прижимает клоните своей младенца Христа, придерживая голову его обеими руками. Прильнув к Пречистой, младенец левой рукой схватился за плат, покрывающий главу Преснадивы. Икона эта была в конце XVI века принесена из Трансильвании сербам, который поселился в Ольвеопольском уезде Херсонской губернии. И, переходя от родителей к детям, в 1809 году стала собственностью помещицы Касперовой, проживавшей в Ольвеопольском уезде в имении Ново-Ивановки. Икона была ветхая, и живопись до того потемнела, что трудно было разобрать черты. В феврале 1840 года, переживая великие горести, Касперова как-то ночью долго молилась перед иконой. Во время молитвы она заметила, что лики Богоматери и младенца просветлели, и икона стала как бы обновившись. От нее впоследствии истекло много чудес и исцелений, по исследованию которых икона была признана чудотворной. К ней стало постоянно стекаться много паломников. В 1852 году жители Херсона исходатайствовали разрешение ежегодно в праздник Вознесения Господня приносить к ним икону. В Крымскую войну 1853-1855 годах, когда Одесса была осаждена неприятельским флотом, икону с крестным ходом принесли в город, и он остался невредимым. По общему верованию, Одесса спасена благодатью иконы. Было решено в поучении потомству сделать это событие незабвенным и день 1 октября праздником священнейшим. Икона признана Святейшим Синодом, чудотворной, после расследования целого ряда чудес, прославивших ее в 1840 году. Главным местопребыванием иконы продолжает считаться село Касперовка, но икона находится там недолго. Ежегодно к 1 октября она приносится из Касперовки в Одессу и остается там до среды пасхальной недели, помещаясь у южной стены передней части Кафедрального собора. Остальную часть пасхальной недели и ближайшие недели икона находится в Касперовке, а в праздник Вознесения уносится в Херсон до 29 июня, когда переходит по 1 августа в Николаев. Значит, в Касперовке икона стоит лишь 3 с небольшим месяцем. По всем местам пребывания иконы по пятницам перед нею читается Акафист. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, апостола от 70 Анании, преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Саввы Вишерского-Новгородского, мученика Дамнина Солунского, преподобного мученика Михаила, Игумена Завийского и с ним 36 преподобного мучеников. Совершается празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего, а также раноапостольного царя Иверского Мириана и царицы Иверской Наны. Чествуется собор молдавских святых, священномученика Алексея Ставровского-пресвитера, священномученика Михаила Вологодского-пресвитера, священномучеников Александра Агафоникова, Георгия Архангельского, Николая Кулигина-пресвитеров, мученика Иоанна Артемова, совершается празднование Люблинской, Псково-Покровской, Браиловской, Гербовецкой и Барской иконам Божией Матери. Я сердечно и тепло поздравляю всех с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, а тех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, с Днем Тезимеництва! Благожелаю вам от Господа и Его Пречистой Матери мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Редактор субтитров А.Семкин